Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про адаптогены, которые помогают влиять на состояние, на настроение и вообще на жизнь. Соответственно, кортизол не является причиной вашего стресса. Наоборот, кортизол нужен для адаптации организма к стрессу. Но продолжительный стресс, конечно, это не хорошее состояние для вашего организма. И что же делает кортизол? Кортизол адаптирует организм к стрессу. Кортизол повышает сахар в крови, включает определенные функции организма, которые не нужны для борьбы с текущей угрозой. Соответственно, снижает чувствительность к инсулину. Кортизол может нести серьезный вред гиппокампу. Если мы с вами говорим про хронический высокий кортизол, то, конечно, он будет создавать большие-большие проблемы. Я рекомендую помимо питания добавлять растительные препараты. Например, ашваганду, радиолу розовую, китайский лимонник. Очень круто работает в моменты сильного стресса. Мне пишут, а магний нужен, а тот нужен. У организма есть некий гомеостаз. Соответственно, не всем нужен и очень осторожно. Что же делает кортизол? Он не вызывает, я еще раз говорю, стресс. Он адаптирует организм к стрессу. Соответственно, повышает кислотность в желудке. И начинаются у некоторых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Адаптогены, элеутрокок, мне пишут. И все это работает после того, как вы вышли из зоны стресса. И, конечно, кортизол не является причиной вашего стресса. Наоборот, он вам помогает адаптироваться. Единственный вред, это когда вы очень-очень долго находитесь в длительном стрессе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Очень много полезной информации. 30+. Если вам актуально, то будем с вами работать. И скажу так. Длительный стресс может быть органическим. То есть, элементарно, биохимия не сработала. И физическим, и психическим. Все эти вещи все равно будут задействованы. И так или иначе, состояние может ваше меняться. Поэтому, мои хорошие, пишите. И да, это помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!